Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Саша Романов, мой друг, попросил меня осветить вообще проблему милонных партий, то есть партии, которые не являются частями коалиции. И я считаю, что коалициями являются две партии, то есть либеральная партия Австралии, и национальная партия Австралии, а также коалицией являются блок либеристов и зелены. И это действительность и основные партии, и называть зеленые, допустим, заебористские процессы в поддержке, это мирно-милонная партия, и за счет с людьми поддерживаться. Поэтому давайте начнем с партии One Nation. Лидеры ее Марк Лейтон, главный лидер и единственный, на мой взгляд, на самом деле лидер, это Полин Хэнсон, человек, которого я глубоко уважаю, человек, который, может быть, не имеет особого образования, но человек в действительности, выражающий интересы мейнстрима этой страны. То есть основное население, если уж кончено из бога, нам не брать, или карьеристов, это люди, которые, ну, во многом созвучны в политике One Nation, и если посмотрите, откуда взялась Полин Хэнсон, и особенно, кстати, Марк Лейтон, вы поймете, что это соль земли австралийской. И у Лейтона, конечно, я давно Марка знаю, это человек, за которого я ходил бороться на выборах, наверное, первых выборах, в которых я участвовал в 2004 году. Мы тогда проиграли, хотя он должен был по всем показателям выигрывать, но с этим честный и порядочный прямой человек, но иногда говорит опрометчивые вещи. Именно поэтому он и возле и борис Киапарки, на тот момент он был левым либористом, они проиграли. Я буду поддерживать One Nation, по той причине, что у меня во многом в суде сходные взгляды, но во многом мы различаемся, как и любой человек, любой избиратель, с любой партией, в чем-то есть различия, есть кардинальные различия, называть их расистами, ну, я бы не стал, но какой-то такой консерватизм и защита интересов простых людей, которые здесь много поколений прожили, это наблюдается, ну, я не могу же этого осуждать, и вы не можете этого осуждать. То есть это партия такой соли земли, которая может быть не самая и умная, и не самая, может быть, даже популярная, но свои 35% они будут выбирать. Близкая им партия, знаете, центральная партия, это партия карьеристов, беженцев, национальной, особенно либеральной партии, людей, которые, собственно говоря, пытаются отнять голоса у избирателей в ванны. Я не считаю это хорошим делом, я не считаю Крейка Келли и Палмара, главным Палмаром, людьми, которые делают правильное и правильное дело, потому что объединившись вместе, правые партии набрали бы до 10-15%. Это касается охотников, рыболовов и так далее, шутер с партией. Это крайне консервативно. За ними стоят люди, которые, ну, я не буду этого доказывать и считать это моё личное мнение, это люди, которые спрятали оружие и ждут страшных времён, чтобы защитить свои интересы. Но я бы сказал, что они наиболее родноверы, наиболее близкие к тем людям, которые здесь живут, и не являются богами, кстати. Вот. Байкеры, кстати, к ним не относятся, больше поддерживают партию Лейбористов. Но их в профсоюзе в чём-то были близки. И в чём-то, в чём-то, я бы сказал, что эта партия близка, близка к тем противникам. Соответственно, они не наберут больше 0%, но имеют право на существование. И у себя в районе я их поддерживал, потому что у нас сюда презентации в ванной ещё не было, Лейбористов, наверное, на Канцере. Я тоже не буду приветствовать. И мой, как бы, опытик победил. Ну и, слава богу, так что у нас один шутер есть здесь в Фоксбере. Знаешь, такие, рыбалка я интересуюсь, лицензия у меня есть на Поксбере. Поэтому, окей, гип-гип, ура! Ещё партия, на которую надо обратить внимание, это социалистический альянс. Социалистический альянс – это, по нынешним меркам, это вообще коммунистическая партия, соответственно, у этой партии ближе всего любовь, может быть, к тому, что является коммунизмом, какие-нибудь советские союзы и так далее. Я не вижу у них какого-то любви к России и Китаю, что говорит о том, что они всё-таки реально и трезво оценивают. Обстановку, как я уже говорил, самым антикоммунистическим режимом в мире, который я знаю, является режим российского руководства. Просто объективно, те люди, которые пришли к власти, они обладают принципами прямо противоположным коммунистическим. Поэтому социалистический альянс не питает никакой любви к России. но в действительности они больше за то, что в чём-то они с зелёными сходные, но я, кстати, не говорю о лидерах партии обычно, потому что они стыняемы и они мало, кстати, влияют на саму, по Богу, на саму позицию всех этих партий. Но социалистический альянс очень слабенький. Но может быть там действительно искренние люди социалистической идеи, идеалисты. Поэтому я их люблю, уважаю, но, естественно, даже голосовать за них никогда не пойдут, просто потому что у них никаких шансов на победу. Опять-таки, партия либеральных демократов. Сейчас, кстати, запретят ей называться либеральными демократами, не знаю, как они будут называться. Это наиболее классная, кстати, партия. Очень адекватные, интеллигентные люди. Вот они действительно либералы. Либеральная партия должна сменить название на консервативную партию, а либеральные демократы так бы должны, по идее, остаться либеральной, либеральной демократической партией. Они за то, чтобы продавать золотые паспорта, они за то, чтобы у нас была умная эмиграция в Австралию, они за то, чтобы мы следовали либеральным демократическим ценностям. Но, к сожалению, они очень мягкотелые, они не бойцы, поэтому голосовать за них можно, и агитировать за них можно. Идея классная, но преференца отдавать почтение, ну, не знаю, то ли One Nation, а потом уже я буду делать либеристам. И либеристам не потому, что они лучше либеральной национальной коалиции, но, наверное, на данный момент все-таки лучше, но все-таки, потому что там у меня много связей, а эти связи, это люди, которые конкретно каждому из вас могут помочь. Вот поэтому я и буду голосовать в преференциях. Так я, наверное, отдам голос One Nation, но в преференциях я поставлю, ну, на втором месте, либеристам. Знаете, мне нужно, чтобы вы были счастливы. Вы в первую очередь, уже Австралия во вторую. А чтобы вы были счастливы, мне нужны связи, а связи у меня пока только там. Спасибо.